В Новый год без долгов. 1 декабря завершился срок уплаты имущественных налогов. Правда, сделали это далеко не все. Инспекторы ГИБДД, сотрудники налоговой инспекции и судебные приставы провели совместный рейд по выявлению таких должников. Мой коллега Григорий Ворванин также отправился в рейд и узнал, сколько задолжали люберчане. Останавливать автомобили инспекторам ГИБДД не привыкать. Делают это каждый день. В этот раз после проверки документов водители не отпускают. Передают их коллегам из налоговой. По своим базам данных они проверяют, есть ли у водителя неоплаченный штраф или налог. Геннадий Вешкин живет в Ногинске, а в Люберце приезжает по работе. Не дожидаясь, когда его остановят на дороге, сам решил узнать о своих долгах. У меня как бы я вожу на машине, на лицензированной работаю, поэтому сам зашел, мог спросить. Потому что, ну, как передвигаешь, людей же вожу. Неприятно. Через несколько минут вся финансовая история Геннадия была доступна судебным приставам. Еще один кредит на 55 тысяч. А вот у меня вот этого нету на 50 пенни. И налоги на 10 тысяч. По рису должник. Так у меня по поводу того, что я управляю машинами нету. Штрафов у вас нету. Срок уплаты имущественных налогов завершился 1 декабря. Сейчас должникам начисляют пени. По словам налоговых инспекторов, тех, кто вовремя не оплачивает фискальные сборы, с каждым годом становится больше. Есть и такие, чей долг превысил миллион рублей. К сожалению, сейчас достаточно много людей, кто не оплатил в срок налоговое уведомление. Проверяем транспорт, земля, имущество, ну, то есть имущественные налоги. Подобные совместные рейды налоговые инспекторы и судебные приставы проводят раз в квартал. В ходе проверок в среднем выявляют 20 должников. Всем им вручают уведомления об оплате налоговой задолженности. В следующий раз масштабная проверка состоится в 2021 году. Григорий Ворованин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.